Всем привет! Часть номер 8. В этой части создадим инфраструктуру для сущности продукт, то есть то, что мы делали для этой категории, теперь сделаем для продукт. И еще я немножко отвечу на вопрос, который задаете вы, уважаемые мои слушатели и смотрители, если так можно выразиться. В частности, речь пойдет о ViewModelFactory. Итак, чтобы не терять время, давайте я переключусь в Visual Studio и начнем. Итак, я покажу, что мы сделали в прошлый раз. Это был категория S-Controller. Он является наследником от Writable. Собственно говоря, давайте его запущу, посмотрим. Да, вот он уже запущен. Вот этот контроллер, вот его методы, в том числе можно посмотреть то, что мы уже делали в прошлый раз. Ну, в общем, чудно и отлично. Давайте теперь продолжим дальше. Давайте на секундочку отвлечемся и я немножечко расскажу про Convention of Configuration, то есть договоренности поверх конфигурации. Я не зря говорил про папки Factories, про папки Managers, про папки Validation и прочие папки, которые присутствуют в разработанном фреймворке, которые я вашему вниманию предлагаю. На самом деле, тут как бы очень просто все. То есть есть Factory, есть менеджеры, есть, допустим, мапперы, есть валидаторы. В одном из предыдущих видео, по-моему, в части номер 5, я рассказывал, что это такое, для чего это нужно и вообще как с этим жить. Человек, который возьмется работать с этим фреймворком, ну, допустим, какой-нибудь там новый разработчик влезет в проект и скажет, ну, что-то на самом деле дофига папок, дофига вот этих непонятных, никому не нужных вещей, которые на самом деле, вот, что они нужны и зачем. Нужно просто создать контроллер, например, какой-нибудь там категории с ничего, но следует сделать. Один метод сделал, другой. В общем, с этим трудно не согласиться, это действительно так. Но, когда вам приходится разрабатывать большое количество сущностей, вот эта рутина сваливает всю работу на нет. Получается, что нужно слишком много файлов насоздавать, чтобы заработал там простой какой-то функционал. А если эти файлы не создавать, то тогда в дальнейшем, не сразу, не сразу, оговорюсь, а в ближайшем будущем, когда потребуются какие-то вливания функционала в ваш проект, вы точно столкнетесь с тем, что вам нужно будет рефакторить. Данный фрейбор, который я предлагаю вашему вниманию, он как раз решает проблему внесения нового функционала. То есть, во-первых, соблюдается договоренность, и на самом деле очень просто, ну, на самом деле очень просто, вносить новый функционал без каких-то либо там серьезных изменений. Все везде расширяется, добавляется. Ну и, собственно говоря, вся разработка сводится буквально там к двум-трем кликам. Я давайте сейчас покажу. В общем, если у вас есть какие-то договоренности, особенно те, которые придумали вы сами, очень просто и легко сделать так, чтобы они работали на вас. Я покажу на примере как раз создания нового контроллера. Помните, что у нас была сущность продукт, и нам нужно ее создать в связке, то есть нам для нее нужно создать всю инфраструктуру, чтобы она тоже могла редактироваться, удаляться, то есть систему крат. Я делаю это таким вот способом. Я пишу здесь, ну, на самом деле тут не важно, главное, чтобы точка C-шарпа, название класса было, потому что я это потом все удаляю. Слово вот, Мари-шарпа все легко переименует. И здесь делаю вот такую вот штуку, которая называется использование сниппета, называется контроллер. Я выложил его в GitLab, вы можете себе его загрузить и на самом деле использовать. Что это дает? Ну, на самом деле видно, да, что я только сейчас запишу. ProDact, название сущности, да? Я неправильно написал сейчас один момент. ProDact, это название сущности, и ProDact, это название контроллера. Теперь мне достаточно нажать использовать Nailspace. B-sharper сейчас там сделает все сделанности, так сказать. Ну и вот, давайте даже вот так сделаем. Вот, смотрите, у меня появился контроллер, ну, он что-то съехал, да, не знаю, я ли это нажал, неважно. У меня появился контроллер, который называется ProDuct, да, то есть ProDuct. У меня появились ViewModules, которые уже, я вам говорил, для этого нужно создавать ViewModules для просмотра. У меня появился маппер с настройками по умолчанию, ну, то есть, Mapper for War, ну, для всех мемберов, для всех свойств, он игнорируется. Ну, то есть, самый простой вариант, я же не знаю, какие маппы вы сделаете. Поэтому сделал помолчание и игнорирование всех. Вот, у меня появился Product Manager, у меня появился ViewModules Factory с решением там по умолчанию, то есть, дефолтовый продукт возвращается к CreateViewModules, дефолтовый продукт UpdateViewModules наполняется, ищется в базе. У меня появился валидатор с предопределенными методами, и, кстати, можно удалить их, пока я ничего не буду с ними делать. Надо будет, я потом их заново обераю, если так можно выразиться. Ну, и что это дает? Это мне метод FindAntity мне тоже не нужен. Что это дает? Это дает уже готовый функционал для, по сущности, Product. В общем-то, то, что я обещал, сделаю в этой главе, в этой части, то есть, создание Entity, то есть, крат для продакса, смотрите, я уже сделал, да? Ну, не знаю, плохо или хорошо, тем не менее, вот у меня... Она старается, подождите, она залогиниться, наверное, закрыл браузер. Ну, и, в общем-то, мне осталось-то только добавить нужные сущности, ну, нужные свойства для ViewModules, которые я в этом продукте делаю, ну, и, собственно говоря, в маппере поставить, настроить мапы, да? И, таким образом, получается, что у меня вот таким макаром я могу создавать там пачки и всяких разных крадов, которые, на самом деле, мне кажется, очень удобно и быстро. Теперь я могу, опять же, используя, ну, как это называется, ReSharper, выгрузить это все в разные файлы. Сейчас это ReSharper за меня сделает. Спасибо людям придумали. Вот, так у меня остается только один контроллер. Я его, как вы понимаете, почищу. Я его, естественно, переименую. Где он? А, вот, продактс-контроллер. Вот, вот он остался. Даже тот файл удалился, который с C-sharp, точка C-sharp. Ну, в общем-то, что мне еще остается? Мне остается взять и вот нужно... Раскидать по нужным папкам, грубо говоря. Давайте я сейчас это сделаю. Так, чтобы не быть... Да, я вот сразу сюда... О, да, да. Нет, product, view, model. Вот, как у меня папка появляется. Ну, а теперь мне нужно выделить create-view-model, update-view-model и product просто view-model. Ну, и, как вы понимаете, я перетащу все. Единственное, что у меня останется, поправить namespace. Теперь я нажму Ctrl-Shift-S и сохраню все изменения. Дальше. Мне нужно в папку менеджер запихнуть Product Manager. Опять, я поправлю все namespace для этого файла. Мне нужно в Product Validator запихнуть в Validator. Опять же, я вот double-click сделаю из них. Ну, согласен, это тоже рутина, на самом деле. Но скажу больше, что существуют специальные сниппеты, которые позволяют создавать нужные папки в разных файлах. В разных папках, то есть в нужные файлы, в нужные классы, соответственно. И это получается, на самом деле, гораздо быстрее. Так, factory, factory. Но, с другой стороны, если бы это все делали вручную, я думаю, что было бы, на самом деле, гораздо дольше. Ну, и маппер, соответственно, в маппер. И что, можно, конечно, изменить, чтобы она лежала в правильном месте. И таким образом получается... А, все, я могу запустить. Ну, вот сколько прошло там? Четыре-три минуты прошло, и у меня теоретически получается рабочий. Интерфейс. Я уже зашел второй раз. Ну, ладно. То есть, вот продукт, вот все нужные функционалы. Я вас уверяю на работу. Ну, с исключением того, что все-таки нужно настроить какие-то там мапы. Ну, в общем-то, можно поручить им заняться. Да, вот это я делаю таким вот образом. И у меня есть какие-то простые свойства. Я эти свойства, давайте подумаем, я копирую и создаю метод, закидываю в корейский контроль, рассматриваю. Так, что у меня пользователь может создать? У меня вот это вот формат создать не может. Price в категории ID может. Поэтому name, description, да, все это остается в силе. Раз он это может создать, значит, он это может перетаптировать. Правильно? Правильно. Price у нас, ну, в общем-то, теперь мне что остается. Раз у меня название продуктов и на создание здесь, кроме factory, это совпадает, то мне нужно единственное, что сделать, продукт, model factory, удалить вот этот вот. Так, это продукт, этот мы пока. А, еще у нас есть один V-model, давайте туда добавим. Ну, и вот, если возвращаться к одному из предыдущих, то, собственно говоря, вот этот вот категории, его же можно, как я показывал, используя маппер, используя маппер, сделать вот таким вот маппером. То есть не вот так сделать, а сделать это стринг и написать категории name. Ну, потому что, в сущности, категории. Вот есть свойство name, да, и шарка, ой, извиняюсь, автоматер, сам не спросит это слово. Ну, в общем-то, вот, 3 V-model создались очень быстро. Да, конечно, существует вероятность, что ваши V-model будут сложнее, и поэтому мне уже побольше времени придется потратить. Но, тем не менее, продукт-менеджер готов, продукт готов, маппер. Так, для маппера. У нас здесь сейчас все свойства игнорируются. Я это убираю, потому что у меня ничего не игнорируется. Из продукта, из V-model create для продукта у нас игнорируется только одно свойство. Сейчас я его покажу. Это свойство называется... Один момент. Он называется категория, да. То есть мы его не используем. Так, и нужно создать здесь мап, который... Ignore. И, наверное, теперь я его скопирую, потому что такое же у меня игнорируется и для... в модуле обновления. И, собственно говоря, то здесь у нас ничего не игнорируется. V-model, ну и пейджник работает. Теперь можно это все легко проверить. Если я сейчас допустил какую-то ошибку, то у меня... Я ее, собственно говоря, увижу. Ну и, конечно, я же забыл про свойства, которые называются audit. Ignore, сейчас напишем. Ignore, audit. Правда, у этого нет. Да, видимо, я в этот проект еще не включил. Сейчас, секунду. Так, я скопировал с одного из своих рабочих проектов одну из штучек, которая называется AUTOMATER EXTENTION. Я просто делал уже, я вот не люблю. То есть, нам на самом деле, что нужно сделать, да ничего. Нам нужно просто автоматизировать задачу игнорирования вот этих вот свойств. Ну, потому что они обрабатываются в другом месте. Вот, поэтому мы их закроем. Что-то наше такое. Да, remove и save. Все, закроем. Так, где у нас категории маппер нет? Не то, категория нет. Просто плод. Игноруем audit. Ну, то есть, теперь она меня не будет спрашивать, что делает с аудитомау, что делать этот. Так, это мы с этим. Так, продукт нам маппер. Продукт. Вот, давайте запустим. Вот, запустим. Предпочитаю не гадать, а просто посмотреть, что там не так. Если будет ошибка, она мне так и скажет. Ошибка. И слава богу, написано, что где эта ошибка. Отлично, вот эта ошибка. Мы смотрим, где она. Вот она. Ох! Так, у нас, ну да, действительно, create you model на это нужно добавить ID. Так, сейчас переключусь в Visual Studio. Зажму стоп. Закрыть. Закрыть. Один момент. Секундочку, секундочку. Нет, 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 нет. Категория нет. Product Mapper Configuration. Да, здесь действительно не хватает еще for member, который идентификатор, потому что при создании мы не знаем, как идентификатор, соответственно, мы не можем создать. Его именно, Antity Framework поставят автоматически. И второй там был с апдейтемоделл на products. С апдейтемоделл на products. Да, действительно, здесь тоже у нас игнор audit. Закрыть. Сохраним. И запустим. Ctrl V5, предпочитаю использовать для запуска без дебага. О, сейчас работало. Все, 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 отлично. Значит, теперь, если я нажму, дай мне view model для creation, я вам вижу уже authorization error. Сейчас мы завторизуемся. Нет, ни, динамочку не поставил. Close. Еще раз. Да, вот, собственно говоря, вот категория у меня не подставляется, потому что я, в принципе, могу это в view model factory for create сделать категорию по умолчанию, какую-то общую категорию. Ну, в общем-то, я вправе сделать, что захочу. Далее. Таким образом получается, что mapping настроен, view model созданы. Что еще не хватает для того, чтобы сказать, что все, это теперь работает. Ну, не знаю. Ну, валидации, конечно, можно написать. Ну, не знаю, не знаю. Ну, давайте будем по мере того, как нам будут нужны какие-то валидации в процессе разработки. Будем добавлять. Тем более, что это не составит особого труда. И на самом деле, наверное, все. Теперь давайте я расскажу тем ребятам, коллегам, которые спрашивают про view model factory. Ну, вот, в частности, я начал про него делать и показывать. Сейчас я найду. Так, инфраструкция, где у нас называется? Вот они factories, вот продукт factory. Значит, что такое view model factory? Существует вероятность большая того, что когда вы будете создавать, сохранять сущность с большим количеством полей, а это бывает иногда при разработке, более того, там может быть еще и вложенные сущности, какие-нибудь, ну, очень большая иерархичная структура, тогда задать по умолчанию, особенно, ну, то есть, задать поля все, на самом деле, сложно. А еще сложнее, когда их нужно не вводить, а задавать из какого-то справочника. Ну, например, давайте сейчас запущу. Вот. У меня есть get you model factory на простое. На данном варианте, вот на простом варианте, у меня уже вот в этом месте нужно втыкнуть, воткнуть категорию ID, которая может быть использоваться по умолчанию. В крайнем случае, я вот здесь показываю маску, да, которую нужно заполнить. Более того, существуют более сложные варианты, когда нужно взять из профиля пользователя, например, какую-то данную и в его viewmodel там посунуть. Или, допустим, у меня есть какие-то настройки по умолчанию. Ну, например, валюта по умолчанию, там, для этого сайта, для этого сервиса. Или, например, там, допустим, цвет какой-то по умолчанию. То есть, есть настройки, и там хранятся штуки всякие, которые нужно по умолчанию создавать для пользователя, которые он потом, конечно, может изменить. Вот в данном варианте все это можно проделать вот здесь. Я здесь создаю конкретно уже непосредственно viewmodel, и здесь могу поставить категорию ID. И, ну, опять же, да, я могу сказать, varget, не категории, из unit of war, репозиторий, да, factory get. Как он там называется? Ой, ну, у меня же factory, да, действительно. Но я, собственно говоря, могу даже из factory это сделать. А в данном варианте factory сюда делать. Я могу добавить другой репозиторий, взять, допустим, категории. И это у меня уже тогда будет категории репозиторий. Непонятно, это неправильно написал. Репозиторий. А это соответственно у меня будет то, правильно. Это будет у меня в продукт репозиторий. Ну, я думаю, что вы уловили суть. На самом деле, как бы, это все очень просто. Получается, что если я сюда добавлю нужную мне другую репозиторию, я что-то неправильно назвал, ну, бог с ним, ну, давайте перезовем. Привой, что ли, продукт репозиторий. Вот так. Но вот здесь, на самом деле, я могу уже обратиться к другому репозиторию, которая называется категория репозитория. Могу сказать мне, там, синглый дефолт какой-нибудь или нет. Давайте сначала get first и дефолт. Здесь нужно написать с него предикат, потому что именно его мы будем делать. Ну, в общем-то, на самом деле, как бы, я могу взять какой-то конкретный. могу сюда также опустить, iOptions, options, iOptions current settings. Ну, то есть, взять какие-то настройки из файла конфигурации в данном варианте. Что-то не ту нажал. А, правильно, не ту нажал. Вот, вот у меня есть option, но я обычно делаю вот таким вот образом. я говорю, что это у меня, да что-то они попадают на кнопку current upsettings. Я их называю upsettings. Ну, вернее, мне даже вот предлагают, я здесь говорю, upsettings, но уже я беру их непосредственно из зоны. Вот. Ну, и, в общем-то, я могу взять из репозитория какую-то категорию, там, специализированный by default или из enabled по умолчанию. Или, допустим, не использую вот эту вот штуку. могу взять в аром категорию id равно из upsettings какой-нибудь категории by default. Ну, то есть, я козябре, козябре, пишу, ну, я думаю, что, ну, понимаете, ну, и нужно просто создать свойство и хранить. Таким образом, я просто открою файл настроек, поменяю категорию, и всем пользователям будет подсовываться нового категория. Ну, я вот это все подменяю, да? Вот, то есть, для чего это нужно вот это, как называется, viewmodel скрептори? Я думаю, что это понятно, да? То есть, для того, чтобы вы могли контролировать создание новых юмоделов. Я скажу, что в некоторых вариантах, в некоторых реализациях, на самом деле, это очень сильно помогает, потому что, контролируя создание viewmodel, вы наводите пользователя на правильную правильность, если так можно выразиться. нет, нельзя шучу. Вот, то есть, создание самих viewmodel, то есть, разработчики могут сделать сам. То есть, на самом деле, единственное, что он получит, если он создается неправильный, то есть, error. В данном варианте это все прощается. Вот, собственно, наверное, и все, да? Я в следующем видео мы будем настраивать вот эту штуку, которая называется где у нас product model configuration, да? И у нас еще есть категория. Мы знаем, что эти два между собой продукта, ну, в смысле, эти два класса связаны, но и мы будем настраивать их связи между собой и, соответственно, будем уже подменять, чтобы можно было, запрашивая категории, взять и посмотреть все продукты. которые находятся в этом категории, а также, чтобы можно было, взяв продукт, посмотреть, какая у него категория. Потому что на данный момент, сейчас посмотрим, да, на данный момент у него категория есть, но мы пока это никак не обрабатываем. А, нет, стоп, один момент, есть это все. У нас есть вот продукт, у нас просто вот здесь нет, тогда нужно добавить. has1, правильно, и что has1, конечно, категория. Вот, получается, то есть, таким образом, получается, что у нас уже есть категория, и у нас есть товар, то есть продукт, который привязан к категории по версии один по многим, и таким образом, что-то у нас тут не склеилось, один момент, что-то скопировать не может, потому что, наверное, запущен. остановить. Нет, все, а, что-то, видимо, запустил Ctrl F5, реакон не закрылось, но все с ним работает. В общем-то, на самом деле, с этим пока все. Дальше мы будем создавать другие сущности, как вы понимаете, их делать уже нужно будет по-другому, но гораздо интереснее, потому что версию Writable у нас там пользоваться не получится, потому что тег сущности, она немножко не самостоятельная, она может привязываться к другим сущностям, поэтому прямой Writable наследник не получится, нужно будет делать немножечко по-другому. Единственное, что еще забыл показать, так это, как получить список продуктов с вложенными категориями. Давайте сейчас запустим, проверим, что это сейчас не работает. У меня тут есть запущенный вариант. Да, действительно, у меня же и продуктов-то нету. Давайте какой-нибудь продукт создадим, а для этого нужно придумать какую-то категорию. Сейчас я покажу, что я имею в виду. Давайте откроем какой-нибудь простой вариант категории. Вот у меня есть категория номер 5. И просто идентификатор. Ой, скопируем вот так быстренько, чтобы не затягивать видео. И теперь просто создам новую категорию. Ой, новый продукт, который называется «Grably». Ну, всем будем задачи, «Grably» description in инструмент для оборота, так как называется. Я сейчас буду заводить все значения правильными, ну, потому что валидация у нас еще не настроена, вернее, даже сейчас нету. Вот. Это прайс будет, допустим, 100 рублей. Теперь нажимаю сохранить. Что мы видим? Ой, у нас сработало. Давайте мы теперь здесь нажмем «Clear» здесь закроем, здесь нажмем «Pedget». «Pedget» 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 «Неважно». А теперь смотрите, у меня вот здесь в данном моменте написано «Категория name null». Как это исправить? На самом деле это очень просто. И я сейчас покажу. Мы открываем «Controller products». Вот у нас здесь не попал. Что-то плохо. Что-то издурел. Походу. есть у нас «Controller». «Controller». И единственное, что мне нужно сделать, мне нужно «overite» сделать «Include». Вот этот есть. И здесь не что иное, как нужно сделать, как вернуть лямбду, которая на самом деле и будет делать «Include». И здесь соответственно нужно писать «Категория». «Control» «КД». «Отформатируй документ». «Safe» «F5». Ну и собственно говоря, как вы понимаете, если выполнить тот же самый запрос, я увижу категория опять. А, чему-то с пробелом. Интересно у меня все так пробелы называется. «Категория показать». «Категория 5». Да, действительно с пробелом. Ну у нас же есть вариант отредактировать. Давайте нажмем «Быстро». «Give me» пожалуйста для редактирования вот такой хочу. Вот, вот он в «Yemodell». Я его скопирую. Теперь иду в редактирование. Я его сюда вставлю. Номер категории вот этот вот. Да, и теперь напишу «Без пробела». напишу. Она теперь называется «Быстро». Что-то не положил. Отставить. Я просто хочу и называть в соответствии с граблями «Инвентарь». Садовый «Инвентарь». Что-то я теперь вообще без пробелов написал. «Инвентарь». «Бог не пусть комментарием будет. Сработал. Сработал. Теперь если я открою продукт». «Подпишетлист». Показать. Вот. Как видите, все поменялось и поменялось. То есть очень просто добавить название и сделать только инкод. Ну, теперь наверное точно все. Я конечно выгружу это все в бит в данном варианте. Ну, а в следующем видео будем уже может быть не знаю. Давайте посмотрим, что вы напишете. Дальше будем посмотреть. «Инвентарь»